Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Муниципальный офис Центра управления регионом откроют в Видном. Здесь у меня даже есть система, которая мне абсолютно показывает всю ситуацию, все, что связано. На 20 домах около кинотеатра «Искра» появятся новые фасады. Закрыли дом. Все, вы можете быть спокойны, что минимум 35 лет. Этот дом останется ровно в том же состоянии. На стадионе Видномской школы номер 10 прошла 12-я районная спартакиада дошкольников. Отличное настроение, погода хорошая. Победим сегодня! Рядом с Центром государственных и муниципальных услуг «Мои документы» на улице Школьной в городе Видное идет строительство нового здания. В нем будет размещен Центр управления регионом. Его главная задача – аккумулировать поступающие от жителей муниципалитета информацию и оперативнее решать возникающие проблемы. Центр управления регионом, или сокращенно ЦУР, возводится ускоренными темпами. Подобное учреждение с декабря прошлого года функционирует на территории Московской области. В него стекается вся информация, которую затем руководство муниципалитетов использует для контроля работы различных служб. Это фактически все обращения жителей, которые мы видим. В основном они больше всего касаются, конечно же, системы жилищно-коммунального комплекса. Если в целом брать их по всему, там и по системе доброделы, по системе обращения в управляющие компании, в ведомства, соответственно, по линии диспетчерских служб, дежурных служб наших. Мы видим всю динамику, которая фактически связана, о чем обращение, чаще всего, чего они касаются. Ну, к примеру, если нам брать территорию нашего Ленинского округа, мы даже видим не только поселение, где это происходит, а фактический адрес. За 9 месяцев этого года в Центр управления регионом поступило уже более 20 тысяч таких обращений от граждан Ленинского района. И реакцию на каждое из них руководство муниципалитета может контролировать лично. Здесь у меня даже есть система, которая мне абсолютно показывает всю ситуацию, все, что связано. Даже есть сейчас информация, мы на 23-м месте, если можно говорить, на сегодняшний день. Это хороший показатель, там желтая зона по уровню информированности населения в области СМИ. Даже такой есть показатель. Система также позволяет анализировать и выявлять слабые места в работе служб муниципалитета. После введения в строй нового Центра управления регионом, реакция на проблемы жителей станет еще быстрее. В данном блоке, в данном, соответственно, здании будут находиться абсолютно все службы, которые в основном связаны. О чем я сказал? Это службы ЖКХ, это, конечно же, службы дорог, это службы и в том числе отраслевые. Мы рассматриваем на перспективу ведомства, может быть, и госантехнадзор, это службы, и те, которые у нас связаны, и образование, и социальные направленности. То есть абсолютно весь спектр направлений и деятельностей, которые сегодня происходят у нас на территории. Планируется, что в Ленинском Центре управления регионом будут работать около 40 специалистов. Ввод в строй здания планируется в декабре 2019 года. В Видном в активной фазе идут работы по благоустройству территории у кинотеатра «Искра». Причем обновление касается не только этого легендарного для наших жителей места. Заиграют новыми красками и близлежащие жилые здания. Так на 20 домах уже совсем скоро появятся обновленные фасады. Какие, расскажет Екатерина Коваленко. Ярко и современно, тепло и технологично. В самом ближайшем будущем жилые дома, составляющие ансамбль, вокруг излюбленного места видновчан, площади у кинотеатра «Искра» преобразятся. О серых и унылых фасадах можно будет забыть. Жители должны увидеть в скором времени единое архитектурное решение в центральной части города, связанное непосредственно с кинотеатром «Искра» и территорией вокруг него, где активно сейчас ведется благоустройство, и в скором времени оно должно завершиться. То есть это единый цветовой ансамбль. Итак, что же мы увидим на советском проезде, советской и строительной улицах? Первое впечатление наверняка будет эстетическое, порадует глаз единый стиль. Но это лишь один из плюсов. А еще комфорт и безопасность. Фасады облицовываются уникальными двухслойными сэндвич-панелями, свойства и срок службы которых не могут не удивить. Автоматически прекращаются все виды разрушения зданий. У вас не будет ни ветровой эрозии, ни ультрафиолетовой эрозии. Нет еще эрозии, связанной с изменением плюс-минус температуры. В конечном итоге тут закрыли дом. Все, вы можете быть спокойны, что минимум 35 лет этот дом останется ровно в том же состоянии. Вторым побочным свойством является собственное их утепление. По словам производителя, современный материал почти на треть позволит сократить потребление тепла. А значит, жители этих домов приятно ощутят экономию на своих кошельках. На территории нашего городского округа такая технология применяется впервые. И встретили ее с радостью. Я очень довольна, потому что такого ремонта никогда не было. И сейчас и жильцы не против. Да, очень так дружелюбно все относятся, терпеливо. Потому что шум лишний раз там в глаз заглядывает к нам в окошечко. Ну, это хорошо, потому что мы в зиму пойдем в теплое помещение. Обновление фасадов стартовало с приходом осени. График разбит на три этапа. Первый – дома на советском проезде. На каждом здании трудится порядка пяти человек, в распоряжении которых несколько строительных люлек. Работа кипит каждый день. Чтобы обеспечить порядок и меньше стеснять жителей, стараемся рабочее место ограждать вот этой сигнальной сеткой оранжевой. Дальше, в конце рабочего дня убираем рабочее место. Конечно, неудобства для жителей есть, но все они временные. Пока эта парковочная зона между первым и третьим домами по советскому проезду больше напоминает склад. Размещенного здесь материала хватит на облицовку нескольких близлежащих зданий. И с каждым днем его становится все меньше и меньше. А значит, близится и срок окончания работ. На очереди дома на советской и строительной улицах. Завершить все фасадные работы планируется до конца этого года. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Семьи, прожившие в любви и верности 50, 55 и 60 лет, были приглашены на торжественное мероприятие, чтобы вместе вспомнить былые годы и отметить юбилеи. Подробности в нашем сюжете. Доброй традицией стало чествование в Ленинском управлении ЗАГС супружеских пар, проживших вместе более половины века. У всех этих людей позади долгая и интересная жизнь. И сегодня они могут поделиться секретом семейного счастья. Надо просто уважать друг дружку, чтобы все было хорошо в семье. У нас очень большая семья. У меня сын, дочь, трое внуков и трое правнуков. Не убегать. Семья свята. Семья свята, семья основа государства. Вот так нас воспитывали. Вот такой секрет простой. Десять супружеских пар собрались на торжественную церемонию. Первым со знаменательным событием их поздравил глава городского поселения Видное Моисей Шамаилов. Семейные ценности, умение терпеть, уступать, прожить первые пять лет, потом еще пять лет. Это большой труд и большое искусство. И не мне вам говорить, потому что вы это все прошли. Затем каждой семье вручили поздравительный адрес от главы Ленинского района и памятные подарки. Приятным сюрпризом для юбиляров стало исполнение символической песни «Свадьба» времен их молодости. Собравшиеся подпевали и хлопали в такт. После музыкальной паузы семьи пригласили поставить подписи в юбилейной памятной книге. Выход каждой пары сопровождала небольшая история их семейной жизни. Следующим творческим номером стало выступление воспитанников детского сада номер 9 «Солнышко», которое никого не оставило равнодушным. Теплые слова в адрес виновников торжества произнес заместитель начальника Ленинского управления социальной защиты населения Андрей Миков. Я хочу, чтобы в ваших семьях всегда была не только семья, но и восемь, и девять. И чтобы все эти жили дружно, счастливо, задорно, вот с таким настроением, как нам показали сегодня детки. Спасибо вам большое, что вы у нас есть. В конце мероприятия выступил настоятель Ильинского храма села Дыдылдина священник Вадим Мурадов и вручил каждой паре иконы в знак благословения семейной жизни. А завершилось торжество общим фото на память. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Во дворце спорта «Видное» стартовал чемпионат и первенство России по воздушно-спортивной атлетике. В ней немаловажную роль играет артистизм спортсмена. Ведь помимо правильной техники, судьи оценивают и творческую часть номера. Подробнее о чемпионате расскажет Юлия Пагасьян. Более двухсот участников из 22 субъектов Российской Федерации приехали «Видное», чтобы побороться за звание лучших в спортивно-воздушной атлетике. Каждый номер индивидуален, чувствуется творческий подход к делу. И это неудивительно. Успех спортсмена зависит от его творческого потенциала. Ведь оцениваются не только гимнастические и акробатические навыки, но еще и танцевальные. Потому что у них есть танцевальная часть, а это значит и хореография, и какие-то вещи, связанные с работой станка. То есть очень много. И артистизм очень важен. Как они, какое лицо, как они отражают свою композицию. То есть это много компонентов. Сегодня во дворце спорта «Видное» выступают девочки в возрасте от 6 до 18 лет в одной из дисциплин воздушно-спортивной атлетики – пул-дэнсу. Судьи отмечают, уровень подготовки спортсменок с каждым годом растет. Штрафов от главного судьи становится меньше. Все более подготовленные, больше детей, особенно 6-9 лет. Дети чище выступают, тянут стопы, колени, уровень вырос. Виктория Скоболева свой путь в воздушно-спортивной атлетике начала с посещения обычных курсов по танцам. Однажды ее преподавательница предложила девочке попробовать себя в профессиональном спорте. Сегодня Вика может гордиться собой. В 2019 году она стала чемпионкой мира по пул-дэнсу. Планы, конечно же, стать чемпионом, тренером, тренировать своих учеников. На новые победы девочек вдохновляют успехи их коллег по цеху. К подготовке номера спортсменки подходят со всей ответственностью. В среднем это занимает около двух месяцев. Музыку слушаем, обращаем внимание, именно эмоционально отрабатываем так же, как и технику. Эти соревнования являются отборочными на чемпионат Европы и мира, который состоится в декабре в Финляндии. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Винетвэ. Этого события с нетерпением ждали не только самые спортивные детки муниципалитета, но и их родители и воспитатели. На стадионе Винетвской школы номер 10 прошла 12-я районная спартакиада дошкольников. О том, как это было, расскажет наш корреспондент Екатерина Борисова. 27 сентября в нашей стране отмечают свой профессиональный праздник воспитатели и все работники детских садов. Неудивительно, что ежегодную районную спартакиаду дошкольников провели именно в этот день. На стадионе 10-й школы проходит 12-я районная спартакиада дошкольников. В этом году организаторам удалось собрать все 35 детских садов муниципалитета на одной площадке. Участникам предстоит показать себя не только в спортивных, но и интеллектуальных состязаниях. Цель любого спортивного мероприятия – это, конечно, развитие физических способностей и навыков у детей. Но именно такая совместная с родителями командная дух и борьба позволяет, во-первых, расположить родителей к дошкольному образованию, создать настроение, сплотить всех воедино. Праздничная атмосфера буквально витала в воздухе. Я хочу поздравить всех воспитателей, всех дошкольных работников с праздником. Сегодня наш день, и мы в такую чудесную погоду находимся здесь. К спартакиаде участники подготовились основательно. Нарисовали плакаты, придумали девиз, эмблему и форму для своей команды. К началу мероприятия спортивные детки, их родители и воспитатели были настроены весьма решительно. Отличное настроение, погода хорошая, победим сегодня. Будем бороться за самый главный кубок спартакиады. Всем спортсменам удачи, счастья, здоровья. Всех ждет удача и успех. В этом году спартакиада состояла из трех этапов. Визитка, эстафета и викторина. Состязания по каждому из них проходили параллельно друг к другу на разных частях поля. Наш пилищ не простой, на пути у нас бестой. Друг за другом и здоровый! Мы перед началом состязаний посовещались с членами жюри и приняли решение, что мы будем оценивать по трем позициям. Это костюм, экипировка, форма, слаженность и какой-то творческий такой момент нестандартный. И вот от нуля до пяти мы оцениваем. Пока одни представляли строгому жюри свою команду, другие уже ставили спортивные рекорды. Старт с той стороны находится. Они едут на самокате до больших конусов. После этого они подбегают к мячам и должны попасть в это кольцо. В этом году спартакиаду посвятили 90-летию Ленинского района. Поэтому в ходе викторины участники отвечали на вопросы, касающиеся истории муниципалитета. В итоге заветные награды получили те, кто успешно справился со всеми этапами спартакиады. Первое место досталось детскому саду номер 24 «Жар-птица». Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Сергей Ларин. Видное ТВ. На сегодня это все. Желаю вам только хороших новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин